Приветствую вас. Знаете, что меня больше всего заинтересовало в вашем вопросе, это то, что вы говорите, вот, значит, встретили, общаетесь вы с пацаном, да, то есть, ну, пацан, конечно, очень интересное определение для мужчины, вот, почему вы называете мужчину пацаном, чтобы знать. Вот, здесь у вас, возможно, идет обесценивание мужчин, такое, пацанательное принижение. Вот, ну, меня больше всего за дело в вашем тексте расцепило то, что вы пишете про то, что у вас совпадает вкусы, интересы совпадают. Но, а с чем разница между вами? То есть, что-то у вас совпадает, да, это хорошо, что что-то совпадает. А различается что? Различия какие-то есть у вас? Например, вот что важно там, на самом деле. И вот, я не увидел, и вы не написали, чем он вас привлекает. Собственно, человек, что он, чем он вас привлек? Привлек. Тем, что у вас, у него такие же вкусы, интересы, что у вас? Да вряд ли. Вряд ли можно этим привлечь. Привлекает к правилам разница. То есть, определенно, конечно, что-то общее должно быть, это безусловно, но... Общее выступает здесь, знаете, как своего рода такой фундамент. Для позиционирования, я бы сказал, разного. Для позиционирования, я бы сказал, разницы вашей. То есть, того, что у вас, к примеру, именно разнит. Не того, что объединяет, это и так. Понятно. А именно разница. А это вы, к сожалению, опускаете. Вот этого нет. А это важно. Это очень важный момент. Дальше, что меня заинтересовало в вашем тексте еще, это то, что вы спрашиваете, помогите, пожалуйста, решить, что делать. Что делать, чтобы что. А совершенно очевидно, что человека, вот как бы, ну, не тянет. Не тянет. К вам. Вот. Это больно, да. Это обидно, да. Но если не тянет, то вы ничего не сделаете, чтобы тянуло. Ну вот. Единственное, что вы можете сделать, это вот то, что сказал мой коллега, да, то есть, отдалиться. Отстраниться. От него. Оставить его. Наедине. Как бы. С собой. Чтобы. Ну. Чтобы. Подумал. Поиследовал. Что ему нужно. Все таки. Все таки. Все таки. Вот. Вот. И тогда уже было бы понятно. Чего хотите вы. И по какой причине вы снова и снова спрашиваете у человека, что он к вам чувствует. То есть, у вас такое впечатление, что не устраивает ответ, который он дает, мужчина. Вот. Почему-то вас не устраивает ответ. Отказываетесь вы его принимать ответ. Ответ. И снова и снова хотите услышать то, что вам хочется услышать. Только вопрос в том, а может ли, может ли, как бы, ну, мужчина дать вам то, чего вы хотите. Вот. На мой взгляд, очевидно, что нет. На мой взгляд, очевидно, что не может. К сожалению. Вот. Вот. И своими, ну, своими требованиями вы его еще больше отдаляете от себя. Только. Вот. при этом, эээ, совершенно, эээ, как бы, очевидно, да, при этом, Совершенно очевидно, что, есть что-то, чего вы хотите, есть эээ, что-то, что вам нужно, есть эээ, какие-то, вот, ваши собственные желания, которые вы хотели бы реализовать. И, эээ, пока что, вот, то, что вы делаете, эээ, эээ, в ущерб, скажем так, В себе это, наверное, только то, что ответственность за них, за свои желания вы возлагаете именно на мужчину. не на себя, как должно быть, а на мужчину, и в этом, наверное, заключает основная беда. Хорошо. Сейчас, на данный момент вы чего-то хотите для себя, ну вот вам что-то нужно, на данный момент. Вам что-то нужно, вы чего-то хотите, но вы упорно продолжаете именно на мужчину возлагать ответственность за это, за свои желания. И, исходя из этого, мне бы хотелось узнать, как вы относитесь к мужчине, то есть как вы его воспринимаете, что он для вас значит, и почему вы говорите, по сути, только о чувствах его. То есть обсуждение происходит только того, что он чувствует, а не вы. То есть такое впечатление, что то, что чувствуете вы, да, это, ну это вообще не важно. Или важно, но не так сильно. Вот. Так что здесь я рекомендовал бы вам поисследовать этот момент. Вот. И если мы говорим о решениях, то есть о том, что, ну, о том, что нужно что-то решить, если мы об этом говорим, то решения нужно принимать только вам, и только исходя из своих желаний, исходя из своих потребностей. Ну вот. Я так полагаю. За вас решать, ну, мы не можем. Это было бы неправильно. И нарушение этики. Профессиональное. Вот. Так что я надеюсь, что вы для себя выводы какие-то сделаете, я надеюсь, что вы обязательно подумайте над тем, что я сказал, что коллега мой сказал, Игорь Летучий. И, возможно, вы захотите все-таки разобраться в себе, чтобы понять причину такого поведения, причины такого стратегии в отношениях. Вполне возможно, что вы боитесь одиночества, и поэтому так уцепились за товарища. Вполне возможно, что есть еще какие-то моменты, о которых мы не знаем. из вашей жизни, я имею ввиду, моменты. Но, если вы позволите, мы хотели бы узнать и помочь вам с этим разобраться, чтобы вы не остались один на один со своими проблемами. Главное, вы только решите, что сами хотите. К примеру, если хотите быть с этим мужчиной, не пацаном, а мужчиной, то почему именно с ним. Решите для себя, а не смущает ли меня, к примеру, то, что называют, называю я его пацаном, не смущает ли меня, что он говорит про тянет, то есть тянет это, в общем-то, тоже потребность, это именно потребность. А не как таковая любовь. То есть, ну, вот какие отношения вы хотите для себя, это очень важная история для вас. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.